Всем большой привет! Всем привет! Марселика мы забрали домой на выходные но так теперь получается, что нам позвонили и предупредили, что Марсель не поедет сегодня обратно в эту школу потому что у нас предупреждение о порывистом ветре метеорологи сообщают до 180 км в час может достигнуть ветер и Марсель конечно же очень рад поэтому сегодня мы никуда не поедем нам надо было в воскресенье до 5 часов отвезти в школу по диабету но он остается дома хорошо, что мы в пятницу, когда его забирали мы забрали сразу все вещи, постирали нам сказали, что нам позвонят еще завтра в понедельник мне нужно было бы его сегодня отвезти в 5 часов вечера а завтра нужно было бы забрать без 15.2 его забрать нужно было и у меня был бы разговор с врачом еще плюс документы справка в школу нам нужна и мы должны были контроль по диабету пройти но завтра нам сказали до обеда позвонят в общем подождите, я тебе что-то спрошу убегает до обеда позвонят и скажут нам ехать нет, потому что все будет связано с погодой сейчас уже еще ну как у нас сколько, 4 часа мы сейчас конечно же уже закроем наши жалюзи опустим, потому что ветер такой порывистый знаете, может и как вот с крыши сорвало у нас допустим антенну там, да, не у нас а у соседей и она прилетела практически к нам в стекло ну хорошо, что она упала на это, на балконе в общем надо будет закрывать чтобы сейчас не было вам сейчас пойдет печь еще дранички вот, и Марсель вам сейчас расскажет а дай сюда, расскажи расскажи вот, ну а как Марселю было всю неделю, он вам скажет тебе понравилась школа? нет нет, ему не понравилось а можешь сказать, почему тебе не понравилось? нет если я скажу, ты подтвердишь так или не так? правильно я не говорю в общем, ему не понравилось там ночевать да? да ему не нравилось он сказал, что, во-первых, была подушка неудобная да? а кровать была хорошая да да, кормили хорошо вас? не так не так, потому что дома он привык к своей пище ладно вы ходили в кино? да он мне сказал, буду говорить да или нет? ходили в кино но тебе понравилось, как вы ходили в кино? да вот, ему понравилось в зоопарк ездили в пятницу, да? да в зоопарк понравился? да да Марсель ездил в зоопарк, представляете он нам нафотографировал 41 фотографию, да? и бедный мальчишка пока ехал, короче, с зоопарка ну, у них там зоопарк 25 километров, по-моему, они ездили на микроавтобусе, и он всю дорогу нам посылал с папой, да? фотографии мне 41, представьте, и папе 41 фотографии а ты Вови посылал? о Вови, Вови забыл а потом мы приехали домой, мальчишка, который вместе с ним в комнате был просил его, чтобы он тоже сбросил ему фотографии, потому что родителям показать, да? а он не фоткал, да? а много а кто вообще фоткал знаете, что он ездил у нас без шапки, да? мама его наругала, что он был без шапки не наругала? я сказала только а-та-та а вы с девочками играли там? да да? хорошие девочки были? не так не так? а что с ними не так было? подушками кидались в Марсель какие они, да? девочки, ну там девочки такие большенькие уже были по росту имею в виду вот, но зато у нас Марсель теперь ставит сам себе катетер ставишь? да куда ты поставил катетер себе? в пол животик покажешь свой животик? катетер не покажешь? нет? ну пока не покажешь но следующий раз, когда ты будешь катетер ставить, можешь показать, как ты его будешь ставить? он вам покажет Марсель, не дергай меня, пожалуйста, я сейчас упаду вместе с тобой окей, нормально короче, Марсель обратился, что мы сегодня никуда не едем у меня, по идее, завтра должен быть маникюр с утра я думаю, что, ну его дома не будет, а теперь маникюр я тоже отменила надо будет смотреть, как мы в школу выйдем, да? завтра нам всяко-разно нужно попасть в больницу будет, да? надо бумажки ввести, бумажки забрать надо будет там зубная паста у тебя осталась ну да ладно стаканчик, правда, остался остальным но мы, я все полотенце все забрала оставили только зубную щетку, стаканчик и зубную пасту, да? вот, но Марсель сказал, так-то ничего было, да? только вот спать там не хотелось, да? ну это понятно, ты еще нигде один без нас не был а самое главное, что он сказал хорошо или плохо без родителей? плохо скажи, детка, надо родителей слушаться да и только мама с папой и папой жить, да? дочень мой шанский ну в общем так, Марсель сейчас пойдет немножко позанимается по математике потом ему разрешили поиграть а именно за это? а блинчики тебе мои понравились? 50 на 50? да все, ребят, рецепт блинчиков вам не дам потому что Марсель 50 на 50 и мама понравились блинчики? я же ему блинчики пекла я буду спрашивать вот ну в общем остался один день и будем потом мы, да? в школу собираться ты кому глазки строишь? Майя Махмонский ты кому глазки строишь? Майя Махмонский я тоже так смогу да ты куда пополз? знаете, что он делает? я тебе вижу а я тебе пишу я тебе пишу ты был рад домой приехать вообще? нас ждал? да? он такой радостный был, что мы его забрали что ты делаешь? ладно, ребят, пойдем мы поделаем немножко математику эй, куда пока-пока? куда пока-пока? смотрите, как он ходит только в дверь и впишись сними капюшон э-э-э, мои цветы я еще завтра хочу, знаете, что? не знаю, хотела с утра теперь выехать теперь, наверное, с утра не получится да, сейчас сейчас мне бутся чего? сейчас мне бутся цугель сам иди, ты умеешь хочу съездить в магазин Lidl там будут ножницы продаваться для обрезки цветов кустарников вот такие вот ну, не кустарников маленьких кустиков да, тоненькими стеблями я хочу их приобрести потому что ножницами я иногда руствую ты мой монстр эй и что он мне делает? что же ты мне на голове делаешь? то составит нам вот он, Марсель вот, и мы с Марселем потом будем пересаживать цветочки будем пересаживать? ну, куда ж ты карабкаешься? да да вот пойдем мы сейчас я не марша а мне так неохота, если честно я хочу поспать ты хочешь поспать? со мной поспишь? да ладно, мы сначала это все напекем покушаем уроки сделаем а потом я лягу и подремлю если получится а Марсель пускай с папой играет Марсель издевается надо мной я ему сказала сидеть ровно смотрите, как он сел чуть ли к стулу не прирос математику делать но это свободное как бы занятие да, потому что нам нужно немножко потренироваться впереди у него контрольная по математике здесь совсем легкие числа плюс-минус да умножить и разделить поэтому это смотрю да я сегодня делал ты сегодня делал? чего ты обманываешь? ты вчера делал сегодня ты еще не делал и делал? вчера? нет сегодня? когда сегодня? да, он вчера делал, да сегодня немножко надо поделать только это? нет, еще другую страничку нет, я сказала только один почему почему давай их писать вот и разговаривай тогда скажешь все по-русски потом посмотрим ну давай постарайся значит, ты можешь и 9 страниц сделать попробуй сейчас не ему смешно по-русски не можешь сказать давайте давайте помогу нет он вчера отпусти меня отпусти меня всегда говорит оставь меня скажи оставь меня в покое видите, он тоже может повыкобениваться да, да, да ладно почему я что? когда ты хочешь? нет ты можешь не всегда серьезный быть, да? ага баловаться тоже хорошо умеешь? да ну вот так примерно, да ладно не буду тебя отвлекать повыше, пожалуйста, голову ну, Мастель вот чем я больше пониже голову еще ниже голову еще ниже голову видите, что он всегда делает? он всегда делает мне назло это мальчишка ладно, садись хорошо ровно чтобы спинка ровная была и делай разрешил ему в зале поделать уроки что я считаю да, да нет, у тебя еще страница номер 9 все, ребят, не буду мешать им по-русски все равно ты не разговариваешь попробуй ну, расскажи, что по-русски ты делала вчера 4 страницы 4 страницы скажи 4 страницы угу ты делал делал по математике 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 эх ты, картошка я его называю а он приехал когда я говорю, что ты картошку там кушала? он говорит, нет, я говорю, ну ты же картошку он говорит, я не картошка я не люблю картошку, а чипс ты не любишь картошку, да? особенно продукты как чипсы продукты продукты это картошка и все остальное а чипсы это уже не продукты ну это продукты питания, да но это не да да знаешь, почему немцы у нас такие зависимые почему немцы у нас такие я могу с командой батареи можно? посмотри, что в картошке есть электричество говорит, поэтому говорит, немцы такие зависимы от картошки послушайте, да? загугливай, мама мне больше заняться нечем будет про картошку сейчас читать да, да я пошла на кухню, ребят смотрите, что я буду делать вернее, что я уже делаю драники у меня с чесночком и луком воду отжимала отжимала в воду, говорю сок с картошки но все равно жидко я не сильно хотела муки добавлять что прям картошечка чувствовалась ну вот так и в обыкновенной форме лепешечек их видите, пошел укреплять все сейчас только что мусорку нашу перевернула аж крышка взлетела порывистый прям ветер идет но обещает к ночи сильный я ему говорю убери стульчики там все мы зонт сняли видите ой мусорка наша даже не знаешь куда ее девать хоть домой заноси но очень порывистая ну так вот погодка на баллы у меня уже первые драники готовы я их сейчас быстренько эти побольше уже терпежова на баллы ну обычно раньше я знаете формочку придавала а сейчас по-быстрому как раз у Марселя сейчас друг пришел вот они с другом горяченьких покушают пришли с Марселем искать игру в какую игру будем с тобой играть пошли у нас выбор большой да Марселька я предлагаю играть в этот в зайчиков лети короти а он не хочет а ты в какую хочешь а подожди где наши все игры а вон они сверху еще ты уснул я игру что ли искать буду давай сижу зеваю Марсель убежал в туалет пока он убежал смотрите он свою комнату декорировал пистолеты вставил я говорю и отдела не надо куда ставить что-то я полежала немножко надевать меня так прям расслабило я прям аж засыпаю и пока жарила смотрите у меня жирное пятно я его немножко потерла ну завтра брошу уже в машинку стиральную я знаю что это пятно ну как выведет машинка выведет машинка говорю порошок хороший просто выведет пятно сейчас сыграем с Марселем какую-нибудь игру один-два раз наверное и все уже на этом пойдет он чистить зубки Витя сейчас там готовит помпу инсулин меняет устукивает воздух в общем и надо будет поиграть чуть-чуть и все на сегодня идем зубки чистить и спать такой-то погода такая сейчас еще дождь начался представляете ураган такой ветер и дождь и все это ой мотыляет не охота с под одеяло вылазить что-то Марселем ушел и он музыку все еще включил в туалете представляете сейчас он через 3 часа выйдет ура моя игра сработала а это убирать кто будет Пушкин я не доставала все уже валится это отсюда листы отрывает рисует на листах таких здесь будем играть или в зал пойдем здесь давай давай давайте покажем какая игра и попрощаемся уже да потому что мы будем играть то уже некогда будет папа будет играть в России папа папа будет помылу сейчас чистить нас кормить будет в общем да здесь принцип игры такой здесь карты есть карты и зайчики да зайчики четырех цветов можно играть четвером мы будем пока одну игру играть вдвоем папа будет чистить помылу давай мои будут фиолетовые вот такие кого ты и выиграл давай все начинаем давай карты сюда посередине поставим мне ж неудобно дотягиваться вот крутит видите морковка вот повернул и у нас дырка образовалась теперь мама у меня один прыжок два прыжка я могу раз два можно всеми зайцами сразу играть Марселя один раз у меня один тоже раз так как там два места занято значит вот это вот Марселя всегда вот я только хотела сказать у него всегда эти морковки видите если здесь будете стоять потом провалитесь и все проиграли нужно короче добраться до самой морковки давай вот да вот именно другого раз если бы он там стоял он бы упал угу давай теперь я да у тебя крутилка была ууу у меня смотри я кручу но здесь есть островки которые не проваливаются и есть которые вот видите вот проваливаются у меня ну чё ты зачем ты их туда закидываешь короче я так думаю что долго играть мы не будем что-то у Марселя сегодня нет настроения на игру ты теперь ходишь один прыжок о у у уу морковка о здесь стоял упал бы давай ты ага что у тебя был один у меня два я могу прыгать сюда один да два Вот я сейчас стою на такой Какой-то трясётся Смотрите, какая Тут, мне кажется, кожура больше весит, да? Чем сам фрукт Ну, хотя и фрукт Тоже Видите, всё на газетке, всё аккуратно, правильно То Валя сожрёт потом Смотрите, наш освежитель воздуха Витя там с Марселем Возле окна слушают ветер Марсель всё не видит, что это не опасно Он же у нас всё осторожный, мальчик Вот слышно, да, сейчас, когда у нас Жалюзи, ну, как с уличной стороны С уличной стороны Ветром бьют Вам, наверное, не слышно Ну и, в общем, Витя порезала помылу А я решила оставить вот такую красоту Немножко Как, как типа освежитель воздуха Не, правда, ароматизатор Очень пахнет вкусно Поэтому пускай полежит, немножко подсохнет Я потом выкину А так прикольно получилось, как цветочек, да? Вот Здорово прям И она такая твёрдая Такая большая Внутри, главное, мягкая Но она такая тяжёлая, да? Я говорю, Витя помыла Говорю, шкурка весит больше, чем начинка Вот так вот Валяемся на полу В общем, сейчас я тусую карты И начинаем играть ещё один раз Что-то Марсель сегодня уже, короче, спит на ходу Да? Нет Нет, но он не признается, что он спать хочет Пока не лёжет в кровати Так что всем желаем спокойной ночи Приятных снов И до следующих влогов Доброе утро Всем доброе утро Ну, Марсель вам пожелал Всем доброго утра, когда проснётесь Так что всё, ребят И чё это? Просто это В общем, Марсель вам желает И доброго утра, я так понимаю И спокойной ночи, или? Да? Да? Ну, говори тогда Спокойной ночи Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok